Тагир, привет! Поздравляю тебя с такой победой! Поделись первыми эмоциями. Первые эмоции? Ну, какие могут эмоции? Готовился я, наверное, уже с августа месяца. Прошлый бой мой сорвался, с тех пор я готовлюсь на этот бой. Ну, я рад, да, рад победе. Любая победа, она же, как ты трудишься, готовишься, и когда уже вот так вот выступаешь, выигрываешь, когда твою руку поднимают, будешь рад, да. Как вообще оцениваешь свое выступление? Потому что бой, ну, вроде он достаточно простой для тебя получился, но все равно вот ты сначала отправил его в нокдаун, потом были такие размены в стойке. Насколько вообще тяжело было, и, ну, что-то, может быть, пошло не по плану, или, в принципе, все так вот. Ну, мне кажется, я бы еще в первом раунде мог бой закончить, но ошибки допустил. Вот в тот момент, когда я его, ну, вот болтанул, уронил, я даже сам не понял, как это удар я попал, и сразу начал на удушающий, ну, на прием лезть. Этого нельзя было делать, нужно было еще немного его побить, добить, и потом залезть уже на прием. В конце первого раунда уже я обратно за спину забрал, начал его душить, тоже поторопился. Ну, много ошибок было, над этим еще мы с тренерами поработаем в зале. Насколько тяжело вообще, вот мне интересно, когда смотрел бой, потому что, ну, понятное дело, что когда вот такая ситуация, когда один боец стоит, а ты на нем сзади, ну, то есть для бойца, который снизу тяжело, а вообще вот для тебя это тяжело, потому что там же и ноги забиваются, я все думал, не устанешь ли ты вообще. Да, конечно, тому, кто его держит, ну, ну, как говорится, я как на лошади на нем, да, сидел, и мои ноги, конечно, забьются, я же его ногами держу, ноги очень сильно забились у меня. Я даже вот в конце второго раунда чуть-чуть его хотел отпустить, но благо получилось хорошо, да, я его смог поймать на прием и задушить. Когда я ему попал, я начал форсировать события, сразу полезно удушающий прием, этого нельзя было делать, нужно было его чуть-чуть побить, добить, и потом уже начинать делать какой-то прием. Затем втором раунде, ну, в конце второго раунда я обратно поспешил, начал его душить, тоже не нужно будет. Но во втором раунде уже установку мне дали забрать спину, немного его побить, ну, чтобы захват получился, и вот плотный захват получился, я задушил его. Каково в углу иметь Ислама, такого крутого углового? Каково в углу иметь Ислама, можно там стоить? Ислав, здесь такой вопрос задали, каково в углу иметь такого чемпиона, где? Ну, знаешь, знаешь, когда, не то что, да, чемпион у тебя в углу, это человек, который рядом со мной с детства, да, мы во сколько, 15 лет, наверное, мы вместе пришли к Абгуманапу Магомедовичу, и мы уже как братья, да, друг к другу. Не как братья, мы братья, да, любая вещь, вот, поддержка и так далее, я могу Исламу любое время позвонить, он ко мне может. У нас такая, знаешь, наш тренер Магомедович сделал из нас такую маленькую семью, да, сплоченную. Мы не просто команда, мы братья, да, и неважно, он чемпион или кто он, когда у меня в углу такой человек, я просто, ну, мотивация бывает, да, когда ты знаешь, что близкий человек, который душой, сердцем за тебя переживает, как родная вот мама, отец, да, вот так же. Ты сейчас звонил, наверное, своей самой главной болельщице, расскажи, как у вас вообще, вот, мама смотрит твои бои, или ты ей запрещаешь, она, вот, расскажи, как у тебя вообще в семье. Да, нет, я маме не запрещаю смотреть, она, ну, она сама не может смотреть, так как, ну, родители, они же как, я там буду, меня будут бить, я буду бить, и они немного эмоционально, да, переживают, относится к этому. И она на мои бои не смотрит, она сидит там, просит, наверное, Всевышнего, чтобы уберег меня, там, от травм и так далее, вот, вот так. Ну, она, родители мои, честно говоря, против этого спорта, но сейчас, когда я выхожу туда, конечно, они будут поддерживать. Вот только что ты видел, звонила ей. Что сказала мама? Поздравила, сказала, я, говорит, не смотрела бой, но я очень рада, говорит, плачет и так далее, короче, эмоционально, да, все, проходит. У тебя достаточно эффектная такая победа была, что дальше для тебя, потому что это такая хорошая заявка, да, соперник был ниже тебя, но он рейтинговый, я думаю, что дальше, там, топ-10, может быть, есть какие-то имена? Сейчас он стал уже рейтинговый, вчера еще все говорили, что он идет на победу из четырех боев, что очень сильный соперник и так далее, но не будем об этом. Сейчас, сегодня будут драться два парня, в моей весовой категории лучшие, считаются они, и я им сделал послание, так как один прекрасный день я за этим поясом приду. Также я бы хотел эту победу, да, как и свои остальные победы, я их посвящаю своему тренеру, покойному тренеру, человеку, который вырастил меня, знаете, я к нему попал в возрасте 15 лет. Люди, которые тогда, когда я к нему пришел, видели меня, надо мной смеялись, говорили, из-за этого человека никогда спортсмен не выйдет. Я был очень худым и некученым, да, мальчишкой, и этот человек во мне что-то увидел, я не знаю, что, и сделал сегодня, вы сами видите. Я выступаю, ну, не скажу, что я такой большой, там, боец или чемпион, но сами все видите, да. Окей, круто, спасибо большое. И тебе спасибо, Антон. Димси Раша, сила. Продолжение следует...